Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о том, как повысить схожесть семян и оживить старые семена. Бывает сейчас зима, у вас есть время, и вы начинаете делать ревизию своих семян. И вот вы находите как бы старые семена. Бывает так, что на пакетике уже не видно ни срокогодности, ничего. Вы начинаете сомневаться, схожие семена или нет. Или другой случай, вы считали, вам какой-то сорт выращивали, например, те же помидоры, и вы считали, что вы утирали, а тут находите его семена. Вы понимаете, что семена это очень давние. Вы опять же думаете, взойдут, не взойдут. Для того, чтобы у вас было меньше раздумий и иметь хорошие результаты, я вам постараюсь поделиться опытом, как можно оживить старые семена. Соответственно, эти способы помогут, конечно, прорастать и нашим семенам, которые более свежие. А что происходит? Почему наши семена тирают схожесть? Вроде мы храним их в комнатах, или в холодильнике кто-то хранит, и они тирают схожесть. А все очень просто. Любые семена – это живой объект. Раз живой объект, он дышит. Он дышит, и при дыхании влага испарается. И вот влага испарается до такого состояния, что в конце концов эти наружные покровы, наружная оболочка семени начинает засыхать. Так вот, что необходимо сделать, чтобы эти семена побудить прорастать, для того, чтобы они дали хорошие всходы. Значит, самое первое, что необходимо, это необходимо размягчить семенную кожуру. Чем мы будем размягчать семенную кожуру? Значит, вам, может быть, будет и смешно, или, может быть, так, и поверите, и не поверите. Но самое хорошее средство размягчить семенную кожуру у отдельных культур является обыкновенное молоко. Обыкновенное молоко. Значит, оно идет очень хорошо размягчать семенную кожуру у тех культур, где имеются эфирные масла. То есть, в сельдерейных это и морковка, и укроп, и кориандры, и петрушка, и любые. Размягчается семенная кожура. И, соответственно, очень хорошо луковое действует в размягчении семенной кожуры. Ну, и очень хорошо на перец. Перец также очень хорошо размягчается семенная кожура, и он прорастает гораздо быстрее, если он побудет 2 часа в молоке. Ну, необходимо помнить. Значит, молока для того, чтобы размягчить семенную кожуру, температура молока должна быть 25-30 градусов. Меряем не на глазок, а термометром. Термометры есть в любой аптеке. В любой аптеке можно купить термометр для грудного скармливания. Вот. И вы увидите температуру вашего молока. Замачиваем просто-напросто на 2 часа. Но не только молоко является, значит, стимулятором размягчения семенной кожуры у лежалых семян. Также может быть для отдельных культурных, все те же помидоры, размягчают семенную кожуру очень хорошо кислоты. Соляная, серная кислота, а также йод. Также размягчают семенную кожуру. Вот. И можно брать хлороформ. Можно использовать бром. Они также размягчают, но они больше подходят для шавеля, для ревеня. Вот. Для шавеля, ревень и капусты. Они больше подходят для этих культур. Значит, концентрация этих растворов. Берем 2-3 капли на 200 миллилитров воды. 2-3 капли капнули, перемешали. И опять же семена помешаем. Температура, как и молока, 25-30 градусов. Семена выдержаны 2 часа. После того, как мы семена уже достали, мы семена что должны сделать? Побудить прорастание. То есть в науке это называется гармонизация. То есть наши семена надо напитать биостимуляторами и гормонами прорастания. А как это сделать? Значит, ну, для этого придется заблаговременно. Есть две технологии. По одной технологии эти биостимуляторы природные можно получить за 25 дней. По другой технологии их получают в течение недели. Какой способ подойдет и какие возможности вы сейчас поймете. Это исходя из ваших возможностей. Ну, значит, что берем и делаем? Во-первых, более длинный. У нас на многих подоконниках стоит алое. Стоит алое, вот такое и такое алое, это не так важно. Так вот, алое нам будет источником получения биостимуляторов прорастания и гормонов. Ну, для этого просто так алое сорвать, это ничего эффекта оно нам не даст. Необходимы листики. Так аккуратненько вместе с черешком оторвать. И эти листики потом, ну, смотря от объема ваших семян. Значит, берем, отрываем 5, если вы можете, 10 листиков отрываем. Ложим в полиэтиленовый пакет. После этого полиэтиленовый пакет мы ложим в холодильник. Ложим в холодильник, в эту шуфлятку, где мы закладываем фрукты. Там температура где-то 3-5 градусов тепла, не больше. Так вот, если алое пробудет 20-25 дней, то есть на грани жизни и смерти, значит, в нем появляются очень сильные биостимуляторы. Так вот, если семена в этом выдавить потом эти листья то ли на мясорубке, то ли истолучшей ступочкой и замочить семена в этом растворе на 2 часа, наши семена получают очень повышенную энергию прорастания. И всходы появляются дружные, крепкие, ровные. Вот, это то, что нам надо. Ну, это технология, которая расширена на 20-25 дней получения исходного материала. Другая технология попроще, она расширена на неделю. Ну, для второй технологии нам не хватит мячнень. Только мячнень имеет такие, ну, со злака, у тебя пробовал в своих опытах, только мячнень имеет такую способность. Значит, что берем? Мы берем, тут за неделю мы можем получить проростки ячменя. Сделать это нетрудно. Взяли, замочили на 3-4 часа в воде, рассыпали на льнаную салфеточку, в какую-то емкость и где-то ближе к батарее. Он быстро всходит. Так вот, самый момент, что необходимо не упустить, что ячмень имеет наибольшее количество гормонов и наибольшее количество биосимуляторов прорастания, пока еще не вышли первые настоящие листья. Поэтому за этой фазой смотрим. Потому что если перезаржать, значит эффективность раствора резко падает. Что мы сделаем? Этимень у нас готов. Значит, берем просто толкушку, обыкновенная толкушечка, которую вы перетолчете в кастрюльках. И вот толкушечка, эти семена мы просто толчем, толчем и после этого отжимаем. Отжимаем этот раствор. После того, как отжали, мы его еще наполовину с такой же количеством доливаем воды. Долили воды. Ну и можно еще раз переполоскать наши отжимки в этой водичке. Все, раствор у нас готов. Ну и так вот дальше. Опять же, в этот раствор, от сжатого ячменя мы помещаем наши семена, опять же, на 2 часа. Семена напитываются различными ферментами и биостимуляторами. Это очень-очень ускоряет их прорастание. Даже не только что лежалых, но даже хороших семян. Это ускоряет прорастание и гарантирует получение хороших сходов. Ну вот уже после обработки алоя и ячменем мы не промываем ни в коем случае, потому что там есть вещества, которые защищают растения от болезней. Поэтому там как бы болезни не появляются. Поэтому эта пленочка на семенах должна остаться. Ну если у вас семена свежие, значит вам не играют роли, где вы будете эти семена высевать. То ли в открытой улице, то ли в ящике. Тут уже как бы не так важно. А вот для лежалых семян надо создать все-таки тепличные условия. Поэтому следующим этапом реанимации лежалых семян будет их проращивание. Ну проращивание семян делается, технология тоже очень простая, тарелка, у меня на салфетка влажная, туда выкладываем семена и полиэтиленовый пакет, помешаем полиэтиленовый пакет, ну и держим на проращивание. Значит температура проращивания тоже очень важна. Для холодостойких культур типа капусты, редьки, репы она будет составлять 22-25 градусов. А для теплолюбивых культур температура проращивания должна быть 25-28 градусов, не выше. Если вы сделаете выше, ваши семена просто-напросто могут впасть в вторичный покой и потом их вывести из покоя. Будет очень трудно. Семена прорастают. Ну как вот во всех руководствах написано, что только семена проклюнулись, значит сразу их высевайте. Но я замечу, что у лежалых семян этот процесс не всегда можно отрегулировать, потому что появление всходов растянуто. Так вот, знайте, что семена можно высевать вплоть до того, пока их появится корешок до 5 мм длинной. Потому что они в одних 5 мм, у них 3 мм, 1 мм. Такие семена надо высевать. Так вот, если крупные семена, то это тоже тыквы, фасоли, вам не состоит проблемы рассоединить и посеять. У нас есть мелкосемянная культура, тоже сельдерей, та же репа, например. Эти семена как бы сцеплены друг с другом. Не стремитесь их рассоединять. Это, конечно, можно сделать. Берем зубочистку, обмакиваем воду, деревянная зубочисточка, вода, обмакнули и каждая семяночка по одному вытягиваем. Но труд этот можно облегчить. А как облегчить этот труд? Значит, есть такое интересное свойство, что стоит семена поместить в ель, и они расплываются. Они расплываются, рассоединяются друг от друга. Что можно использовать в качестве еля? Так вот, в качестве еля можно использовать обойный клей, который не содержит фунгицидов. Можно сделать негустой раствор крахмала и остудить, и после этого поместить туда семена. Можно даже желатин, заварить желатин и делать раствор с желатином. Пропорция здесь такая. 250 миллилитров еля на 100 семян. Вот, соответственно, вы знаете, сколько у вас семян и подсчитаете, сколько вам надо еля. Семена помешаем туда. Ну, а дальше технология вообще очень-очень простая. Полиэтиленовый пакет. Берем обыкновенный полиэтиленовый пакет. Вот их достаточно. Сейчас многие сети продают бесплатно такой пакетик. Семена с гелем помешаем в этот пакет, завязываем и после этого несколько раз энергично встрахиваем. Встрахиваем энергично, наши семена все расплываются в этом геле. Вот, берем ножнички, один уголок отрезаем так, чтобы получилось отверстие в один сантиметр. Ну, и после этого высеваем или в ящике, или в кассеты. В ящике, в кассеты можем высевать. Но не забывайте, что перед этим обязательно надо почву пролить. И просто-напросто выдавливаем. Мы выдавливаем семена и мы можем контролировать густоту посева. Вот, выдавили семена. Вот, ну и соответственно, дальше. Если у нас семена светочувствительные, значит, мы их не закрываем почвой. Мы просто накрываем пленочкой, чтобы флага не испаралась. Если семена у нас обычные, не свето... ну, сходят в темноте прекрасно. Значит, мы эти семена берем, засыпаем землей, в зависимости от размера от размера семян определенным количеством. Ну, и после этого опять же накрываем пленкой. Мы накрываем пленкой и ждем схода. Раз есть корышки, поверьте, раз уже вырышли корышки, значит, они никуда не денутся. Наши семена взойдут. И они порадуют нас прекрасным урожаем. Тем более, что уже ученые, и я в своих опытах это тоже заметил, что семена, которые пролежали, которые находятся как бы уже на грани, что как бы схожесть уже тирается, значит, имеют большую продуктивность. То есть, если огурцы то дают больше урожай, лучше плодоносят. Если эту свекла то образуют более крупные корнеплоды, чем те же, но свежие семена определенного сорта. Так что не выбрасывайте лежалые семена. Воспользуйтесь этой методикой. Я надеюсь, вы запомнили. Есть у вас и алоя, есть у вас и молоко, можно купить и ячмень. И после этого технология, видите, очень простая. Сразу напомню опять основные этапы. Первая обработка. Измягчаем оболочку с помощью химикатов или молока. Так, ну молоко, если нормальная жирность, то его можно разбавить наполовину. Если молоко пониженной жирности, ни в коем случае не разбавляется, иначе эффекта не будет. Вот. А далее мы стимулируем прорастание семян подготовленным алоем или эшменьом. Ну а пока советую вам смотреть наши ролики, подписываться, чтобы не пропустить интересные моменты. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok